с этой кепкой очень грустная история связана ее мне подарил очень хороший друг и умер не нет не шутка он утонул здесь в речке пьяный не в речке в море это было 4 наверно назад или 5 поехали просто они там он из того было короче африканец вот буквально дня через два после того как он ее подарил они поехали с другими африканцами пить в какой-то бар и под утро кто-то сказал типа поехали на пляж барбекю пожарим и все дела поехали на пляж и мозгов хватило пойти купаться ночью под утро уже то есть в самый-самый вот ранний рассвет знали и то ли свело ногу то ли чё короче начал издалека приморать тонуть чуваки поплыли его спасать и он там искали к тому моменту как доплыли до него уже все он утонул и не смогли его даже в воде найти течение ему не слой все его потом выбросило где-то километров через пять на берег выбросил там через сутки примерно течением прибило ну обидно такая грустная история чувак офигенный был вообще прямо такой духа хороший хороший чувак и не стало кепка осталось память осталось но по крайней мере светлая память о человеке не будем о грустном потому что у нас еще блин вот это бич этой крыше на самом деле самолеты да потому что у меня вот из-за этих самолетов постоянно куча склеек летит самолет микрофон шикарнейший снимает звук самолета будет а самолет и как раз они взлетают здесь потому что они садятся с той стороны аэропорта взлетают в эту сторону но они когда садятся они так же ничего не меняется да ну то есть если бы я вот не на их движение вот так а вот так находился бы сбоку да то есть они взлетали бы день там садились бы день там было бы легче а я как раз вот на пути их взлетов и падений ничего ничего так нас тут камера снимает но точно привет сегодня разговор очередной и над представить гости объяснить вообще зачем все это у нас происходит и зачем мы собрались здесь многие из смотрящих мой канал еще и смотрят стримы точнее нельзя это называть стримами это подкасты константина мудреца кадавра и все знают что на этих подкастах но если вы смотрите вживую есть команда очень злых очень не толерантных и прям с огромным банк хаммером модераторов одним из которых являюсь я а второго человека вы можете знать там под ником андрюша то есть это андрей который живет в новой зеландии и ты сделал как-то даже ролик с кадавром да вы делали совместный стрим мы доделали тогда еще 3 года да 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 тогда еще 1 1 стрим кстати вот этого 2018 года то есть у вас был совместный поэтому можете поискать в архивах кадавра там я думаю андрей рассказывает много о себе и и интерес и а новой зеландии а новой зеландии соответственно человек давным-давно как и я уехал из россии прожил какое-то время в америке потом вернулся на время в россию понял что зря вернулся и уехал в новую зеландию ну мы сейчас не будем говорить наверно политики сегодня мы собрались чтобы поговорить о китае и почему именно с андреем но во первых почему бы и нет очень важная всегда причина почему бы и нет во вторых андрей никогда не был в азии вообще в каких-либо азиатских странах и это очень важно потому что очень многие из нас летали в тай летали во вьетнам вот все-таки впитывали эту азиатскую культуру да а человек вот я сейчас подвешу эту картинку она у меня сохранилась в телефоне куда-нибудь сюда подвешу картинку он мне прислал фотку как он купил вилку здесь потому что не умеет есть палочками то есть человек просто мне присылает фотографию несколько дней назад чувак смотри я иду по улице я себе купил вилку я такой фейспал ну чё поделаешь то есть никаких балочек и очень интересно на самом деле посмотреть на впечатление человека который вообще никогда не дотрагивался до азии но окунулся в самую что ни на есть азиатскую азию причем не туристически сам по себе арендовывая airbnb квартиры передвигаясь сам на поездах на автобусах самолетах то есть без какой-либо помощи без турагентства прочего то есть максимально окунулся в экспириенс как мы тут с тобой то есть до экспириенс и ты тут уже сегодня у нас 28 9 дней получается до с 19 числа соответственно ты проехал пекин пекин шанхай и сейчас вот здесь сам они отметим праздники и двинешь дальше до но до того что ты двинешь дальше мы еще дойдем у меня есть интересная мысль в конце нашего ролика как мы я не знаю когда мы закончим у нас нет никакого плана на самом деле разговора но когда мы будем заканчивать у меня будет что сказать поэтому давай мне очень хочется послушать вообще с чего у тебя все началось именно впечатлений вот ты прилетаешь в аэропорт пекина первое впечатление вообще началось в самолете потому что я летел рейсом air china на борту ну то есть большой обычный здоровый самолет не знаю там не не поинтересовался какой марки но это неважно вот и 90 процентов не население как это слово попал хища 90 процентов наполнения пассажиров 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 было китайцев я летел из окланда да я летел из окланда окланд это очень новая зеландия вообще очень популярна среди китайцев то есть там как бы очень много их живет очень много приезжая туда travel вот излюбленное их не место вот сидел я между двумя китайками у окошка сидела молодая девушка китайка который поздоровалась или глаз по кииспал с другой же стороны сидела бабушка китайка которая всю дорогу меня толкала в бок что я видите ли забрал его armrest подлокотник подлокотник вот он даже жаловалась на меня проводницам те приходили говорили что вы бабушку то мучить я говорю я ничего не делал я пытаюсь сидеть и пытаюсь спать вот ладно прилетели мы в китае что меня поразило первое это было очень холодно ну да 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 если вас лета я уезжал у нас было плюс 25 на солнышке где-то так ну даже нет ни на плюс 25 как бы в общем на двоечке уточним для не знающих новая зеландия как и австралия находится за за экватором и все сверх ногами они ходят на руках то есть короче ты можешь потом это фотографии по переворачивать вот мы ходим на руках конечно короче когда у всех если серьезно говорить когда у всех нормальных людей зима у этих людей лето когда у всех лето у них зима и соответственно сейчас приходит лето сейчас у нас как бы в теории летом начинается в декабре самая жара это у нас февраль конец января вот самый холод это у нас июнь июль нет июль и август ну вот жары да то есть я приехал из жары я как бы ну перед тем как выезжать я посмотрел среднюю температуру там что-то около нуля я думаю но как бы у нас дома зимой нормально также я взял тоненькую курточку я приезжаю я выхожу в футболке ну потому что кто грузится в 25 град градусов в куртке первым делом все китайцы начали утепляться как только мы сели вот я выхожу футболочки в аэропорт и я понимаю что очень холодно я начинаю все судорожно на себя одевать соответственно никто ничего не говорит по-английски я как бы ну ладно человек как бы я английский знаю на на указателях везде надписи на английском но не везде кое-где да не ну давай уж будем честным практически ну практически везде но все равно то есть тебе чтобы разглядеть вот эту маленькую надпись на английском тебе нужно подойти к знаку ну да 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 конечно вот первое что соответственно прохождение что меня очень удивило до прохождения паспортного контроля ты должен сдать пальчики нигде такого я не видел вот через таможню они по лицам уже не отличают они уже сами просто отчаялись и такие ладно признаем они все на одно лицо давайте пальцы но кстати мечу поразило очень достаточно это грамотно организованно то есть ты выходишь стоят куча этих банкоматов не банкоматов этих штук куда-то засовываешь паспорт он определяет какой-то страны и с тобой начинает на языке этой страны говорить то есть соответственно у меня российский паспорт он начал со мной по-русски типа приложить тот палец и вот это очень быстро проходится следующий этап это таможня на которой мне попалась девочка таможницы которая не говорила по-английски бывает ну как бы мы на пальцах объяснились я сунул паспорт она проверила попросила снять кепочку посмотрела гт давайте идите все дальше я забрал багаж следующем как бы этапа мне нужно было добраться до того места где остановился как бы я принципиально решил что я не буду в больших городах останавливаться в гостинице по крайней мере в китае потому что я хочу посмотреть как живут настоящие китайцы самый легкий способ арбин б и ты снимаешь не не целый апартмент а квартиру в апартменте комнату до комнату апартмент снимаешь в 90 процентов случаев это очень удобно очень чисто люди потому что сдают как бы квартиру в своем обжилом доме то есть у тебя всегда есть там не знаю там ты можешь подойти спросить как не доехать ты можешь не знаю попросить тебе помочь там чтобы в 90 процентов случаев люди говорят опять таки на английском вот то есть ты можешь как-то объясниться типа объяснить там не знаю как мне проехать туда они тебе скажут тыкнуть пальцем в карту сегодня допустим я поехал собирался поехать в парк мне дожидали проездной на автобус хотя склада мне не надо у меня типа деньги есть я если чё на такси доберусь они таки нет 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 на вот короче типа это это легко тут его домовладелица здесь подкармливает русскими финиками русскими финиками они растут в россии да да вот соответственно я как бы не пользуюсь гостиницами соответственно я пользуюсь airbnb я приехал и чтобы не доехать до квартиры то есть мне либо взять такси и ехать на на такси либо взять и сесть на поезд соответственно я пришел как бы ночью я поеду на автобусе зачем мне тратить там деньги на такси принципе опять-таки это экспириенс за которым я приехал то есть я ни разу не ездил на азиатском метро что как бы потом меня очень удивило и вот опять-таки метро начинает с порта ездить в 7 часов утра я во сколько бы я прилетел в 4 30 пока я все прошел около пяти я вышел забрал багаж этот багаж и прошел таможню вот то есть мне нужно было убить час в аэропорту опять-таки я думал я сейчас полежу день посплю все лежачие места были занят абсолютно так не есть лежачий я просто в пекинском аэропорту уже стоит не совсем лежать и то есть там вот эти вот кафешечки где длинные лавочки все лавочки были оккупированы вот первым делом я думаю так ну ладно я приехал как бы в новую страну мне нужна связь потому что как бы ну без связи вообще ты ничего не можешь сделать я смотрел мои роли я я с собой не брал никакого ноутбуки то есть у меня сей электроники это наушники и телефон то есть все что мне надо у меня есть телефоне все мапы все транслейторы и прочие прочие вещи но соответственно чтобы она все работала мне нужно подключиться к великому китайскому интернету который не работает без випенов good luck ребята если будете ехать заранее подключите себе випен какой-нибудь вот опять таки к вайфаю тоже не подключишься потому что у тебя уже местный но у тебя должен быть местный номер то есть без местного номера вы не подключитесь либо если у вас есть ваш российский ну либо номер той страны где вы живете вы можете еще получить смс очку но не факт то есть у меня смс к пришла на мой новозеландский номер через практически полтора часа только ну и соответственно мне уже к тому времени особо не надо было вот что я сделал я пошел купить симку все заведения которые продают симки в аэропорту открываются в восемь часов вот соответственно ничего не работало единственное что мне помогло там было с точки стойкой информации я подошел спросил ребята как мне доехать туда-то тыкнул на карте вот сюда вот в этот адрес она говорит вот иди туда но она не говорит нет она говорит на китайском чтобы я ничего не понимаю нагревает вот туда северный значит 7730 я пролежал там на этих на лавочках вот до семи часов пошел до этого банкомата купил проезд на метро очень интересно что там как бы в пекине там это не часть метро это отдельная ветка которая соединяется с метро да то есть и и и как бы она оплачивается отдельно она оплачивается не как метро когда ты выбираешь опять-таки китайское метро ты заходишь ну как бы во всем мире ты заплатил деньги ты прошел в метро и ты катаешься сколько угодно здесь же ты пришел ты выбрал конечную точку куда тебе надо доехать метро тебе сказали вот не знаю до этой станции будет стоить 4 юаня ты заплатил и поехал вот соответственно на этом экспрессии ты заплатил просто потому что там буквально три станции ты пришел нажала что тебе нужно вот вот туда доехать он тебе выдал цену все ты вышел ждешь сел опять таки у них очень странная система поезд идет через один терминал он идет в другой терминал потом в третий терминал потом возвращается идет обратным путем до города видимо собирает да видимо чтобы это все но все равно опять-таки если хоть какие-то знания английского есть ты поймешь потому что все объявляется на английском опять-таки все вот эти таблички дублируются на на английском метро и в поезде вот ну соответственно я добрался до поезда там так же самое я пересел на метро потому что я к тому моменту уже знал что мне нужно так на последнюю точку откуда мне выйти надо вот следующее как бы я доехал до моей станции до куда мне нужно было это было где-то наверное около восьми часов даже наверное пол девятого то есть как бы самый час пик я вышел из метро и я удивился что тихо на улице потому что все вот эти вот мотороллеры они электрические надо машины все тихие все пипикалки у них видимо специально за этот звук пипиканье занижен потом поэтому как бы вот эти все пипиканье тоже тихо и как бы я вышел такого куда я в здоровом городе тут толпы народа бегают и достаточно тихо кстати немножечко про спойлер от твоего будущее ты же у нас скоро во вьетнаме окажешься я просто помню по первое впечатление от вьетнама там все то же самое то есть вот вьетнам для меня всегда являлся и до сих пор является таким китаем 20 лет назад и люди так также выглядят да они на лицо такие же то есть вьетнамцев китайцев очень сложно отличить внешне и язык похожий особенно для человека который не знает китайского языка им кажется что язык похожий но что самое главное это огромное количество мотороллеров и все они до gasoline то есть они на на бензине да и ты видишь ты вроде такой типа я видел такое же огромное количество мотороллеров и было тихо а там вот этот постоянный знаешь шум шум как будто ты на пасеке не находишься такой шум огромного количества комаров или пчел такой рой постоянный этот шум он у тебя где-то только на третий день в мозгу просто начинает блокироваться если его перестаешь ощущать а изначально первые два дня ты спать не можешь потому что у тебя есть вот этот гул постоянно круглосуточный он ночью даже меньше не становится если ты с ромой с которыми я тебя знакомы пересекешься в хашимини где-нибудь то он тебе тоже на расскажет я думаю историй ну ладно возвращаемся это был так ну и все я доехал до своего арбенби я кое-как нашел адрес потому что опять таки он не дал адрес на английском я копирую адрес забиваю в google maps которым я пользуюсь google maps не понимает этого адреса он показывает мне примерную улицу я уже там по обычно с китайцами чем хорошо они как бы те дают расписывают полностью direction ты вышел оттуда повернул туда-то у тебя такой-то там не знаю детский сад тут такая-то там не знаю остановка тут такой-то ресторан с такой-то вывеской чаще всего еще они присылать и фотографии не заблудился вот единственное что меня смутило они называют подъезд как-то они по-другому называют не как во всем мире он нет 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 как-то как-то я не помню короче я долго искал подъезд я ходил по разным подъездом и я пытался короче во все двери ломиться но в итоге все ништяк ну как бы вот первые впечатления самые первые это вот заканчивается на это давай таки кузин ты успел проехать сколько ты про дней пробыл в пекине пробыл четыре дня четыре дня у тебя насколько понимаю четыре дня достаточно плотный был график но он был такой очень вальяжно потому что я вообще ничего не планировал я решил что я приеду на место и буду на месте определяться чем смотреть ну ты где успел побывать я как бы ну во первых я пользовался google то есть google что посмотреть в пекине вот он не выводил какие-то храмы какие-то парки ну вот эти вот все основные point of interest я посетил то есть там в первой десятке я их посетил впечатление абсолютно все другое то есть если вы рассчитываете увидеть европейского европейский парк вы его не увидите то есть вы приедете в парк будет большой красивый парк куда скорее всего вам придется заплатить деньги чтобы войти что меня тоже очень поразило как бы везде парки бесплатные здесь нет не знаю это скорее всего было пекинская фишка но было очень грязно ну да это скорее вот этот вот весь опять-таки там везде этот смог дает плюс ты видишь машину которую чуть ли не куском грязи покрыта вот этот вся вот эта грязь постоянно везде влетает в виде пыли у тебя там все штаны вся футболка рубашка там в чем бы то ни было она все уханкивается за день вот опять-таки везде китайцы в большинстве случаев удивительно удивительно вещь была я вот тоже удивлялся где же белые люди вот опять-таки что очень удивило то что по-английски очень мало кто говорит опять-таки в твоих роликах ты говорил что ребята очень легко найти английскоговорящего человека не совсем хорошо то есть как бы нет их можно найти если ты идешь в определенные места которые допустим работают с туристами то есть там отели если вы пойдете какие-то информейшн центры не знаю там не знаю еще куда-нибудь ну вот я на самом деле в основном то это и имел ввиду что допустим живя в отеле да ты всегда можешь спуститься на лобби всегда будет хоть один маломальский говорящий человек который тебе по крайней мере распишут куда тебе ехать надо но если ты путешествуешь сам и стараешься не как бы обходить отели стороной то будет достаточно тяжело опять-таки для этого переводчики google translate отлично работает в вичате и вот это перевод текста отлично работает только помните вичат должен быть на английском языке только при этом условии будет работать translate да потому что если на любом другом языке совершенно неважно русский итальянский или французский вичат много языков поддерживает если переключить на любой кроме английского либо китайского эта функция в прод просто пропадает опять-таки я вичат подключал еще дома поэтому он в такой очень урезанной как бы форме получился что очень многих функций функций нету допустим нету карт здесь я такой практически все китайцы пользуются какие какими-то картами которые привязаны к вича да но ты видел уже это да опять таки допустим мне могут прислать дело локации которая откроется вичате вичатовской карте но по ней я не могу не ничего сделать я нажимаю там directions и он не открывает google maps да google maps такой говорит я я вообще как бы не особо понимаю где ты находишься ну давай пойдем вот туда ну в итоге приходил же ну как бы да ну можно прийти там за 10 минут ты придешь там ну сам худшем случае там за полчаса потому что ты походишь кругами ты будешь ходить думать может конечно придет этот дом да то есть но опять таки поэтому чтобы не включать мозг ты покупаешь тур и ездишь туда куда тебя привезут то есть здесь ты решаешь либо ты хочешь real experience и ты хочешь посмотреть в действительности либо ты хочешь чтобы за тебя думали тебя возили тебя развлекали а ты только платил деньги вот разные подходы да да программы мы с тобой тут разговариваем это другая вещь то есть китайцы очень как бы я такой гордятся своими храмами потому что они все такие разные все красивые но скажу я вам одну вещь побывав в одном храме вы можете говорить что вы бывали во всех то есть разница абсолютно минимальна то есть здесь буду так сидит здесь сидит так это вот эти вот маленькие боги там кто-то так стоит в другом храме не так стоит все вот это вся разница архитектура да красиво и там в дворике вот эти прихрамовые красивые там эти веселые буддисты об оранжевых одеждах весело но это все в каждом храме одно и то же одно и то же тоいつ вы побывали в двух храмах можете говорить спокойно что вы были во всех храмах в китае ну а потом ты поймешь что еще практически во всей азии отличается все в деталях вот потом где-то у нас на великой китайской стене ты был до великая китайская стена у меня очень интересная получилось путь до китайской стены опять-таки в google google толком ничего не знает о том как туда доехать в гугле можно найти кучу разных статей как ребята туда ездили но мне лично ни одна из них не подошла то есть там написано даете до такой-то рейл стейшн ты копируешь адрес не адрес название начинаешь искать google говорит я не знаю где-то в итоге я нашел статью которая очень походила на то как я в принципе передвигаться единственная разница статья говорила выйдите на три станции метро раньше вот и пройдите немножко до railway station соответственно я как умный человек я же из европейского мира приехал я забиваю все сажусь на метро оплачиваю доезжаю выхожу и начинаю искать railway station соответственно я выехал в какой-то пердяевки на рабочий окраине где никто абсолютно не говорит по-английски но мы по-китайски нормально надписи по-английски тоже нигде нету я стою с телефоном в руке там холодно я пытаюсь понять в какую сторону идти google говорит вот идите туда и нам будет станция пройдите 300 метров и как бы вы дошли я прошел 300 метров там сидишь там стоит большой дом который оказывается супермаркетом где продают овощи и фрукты и прочую фигню я стою и ищу где же здесь railway station пока им я не могу найти начинается поиски я пристаю к людям пытаюсь тыкаю пальцем говорю показываю ему телефон никто ничего не знает и ничего в итоге мне говорят чувак ты мимо проехал ты можешь спуститься метро либо вот дойти до той соседней станции там сесть и проехать чуть-чуть ну а я как бы уже от станции половину пути до следующей станции прошел это куда могут мы пройду я чуду там не знаю там полстанции 10 10 минут ходи ладно все google меня ведет вот идешь прямо 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 потом сворачиваешь и потом все нормально я иду 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 в один прекрасный момент заканчивается дорога не дорога заканчивается тротуар и а google говорит ты и давай иди дальше я такой ну окей там как бы большая дорога три полосы в одну сторону три в другую я смотрю люди идут короче по обочине ну я за ними до как этом главное чтобы меня не сбили кое-как дошел до какого-то моста google показывает все вот станция вот здесь я стою под мостом не понимаю короче как туда выйти нахожу маленькую тропинку которую не знаю местные алкаши используют чтобы облегчиться ну ладно ну показывает что здесь я пошел короче поднимайся по этой тропинке и она меня выводит между какими-то гаражами где кучу мусора все извиняюсь за выражение босса на обосрано и говорит типа ну вот ты уже пришел короче типа чувак давай окей ладно я иду мимо этих гаражей иду матерюсь там по колено уже в грязи практически выхожу в парк google пока показывает что станция метро вот там была уже ты ее прошел практически 10 минут назад я подхожу ловлю опять какого-то чувака работяга который там видимо что-то грузил ну такой в грязной одежде короче не хао чувак на английском чувак где станция метро он так говорит а так тебе вон туда еще короче иди туда google показывает станция метро там вот такой нет туда иди короче я иду еду и ну я уже понимаю что до станция метро там уже как бы ее вижу выбегает тетка и кричит типа ты на стену едешь я говорю да я еду поехали с нами вот там автобус стоит короче подойди я подхожу ну и чё сколько они такие 50 юаней это нечего а у них уже пол автобуса собраны эту к мнению нечего так дорого то он такой ну 40 я так у нее чуваки там за 7 я доеду на на паровозе ну и в итоге короче он там что-то кричит не это понятие не все я зашел купил билет сел на паровоз и уехал на стену вот как бы ну и стена как бы про стену вы все можете найти в интернете кучу видео там сюда там особо рассказывать ничего на поезде это занимает до стены доехать где-то полтора часа вот поезда похоже очень на электрички едет правда он медленно с остановками топом две остановки по дороге вот ничего страшного в этом абсолютно нету то есть на вас никто не нападет как бы если что там что-то вам не понятно себя можно на пальцы а ты как обратно вот смотрите мы с тобой на эту тему не общались ты же обратно на этом же поезде еда и вот ты приехал обратно как-то обратно добирался так же само опять через эту же дорожку а нет я просто вышел на нет там получается как там станция метро садин у нас со станции р.о.ис . то есть в принципе просто не знал название да то есть меня google первоначально привел не но вернее статья из гугла привела меня не нашли не на ту станцию давай сделаем так для будущих поколений кто поедет все-таки на стену да мы сейчас где-нибудь вот здесь мы просто уже на моменте монтажа вспомним название этой станции да ребят вот сейчас здесь появится название на английском едьте до этой станции там будет железнодорожная станция на которой вы пересядете на поле там просто переход вы выходите выходишь из станции проходишь до тиккетинг офиса покупаешь билет и едешь все тебе не нужно вот эти блуждания по подворотням и там не знаю разговора роста нужно понять конкретную станцию до которой метро до которой надо доехать потому что как бы вот реально в гугле куча статей все они указывают разные абсолютно разные станции а правда здесь да правда правда вот именно вот на этом канале подписываемся ставим лайки и колокольчики кстати не обращайте внимание на то что то светлее то темнее тут тучки гоняются на самом деле андрей привез нам из пекина холод я с новой зеландии подарок да и с новой зеландии привез все при переехала через экватор и перевернулась кверх ногами привез нам зиму потому что еще буквально вот 18 18 числа не какого ты приехал 20 26 до 2 дня назад вот 20 было 24 когда они 22 было когда у моей жены был 22 день рождения и следующий там воскресенье мы ходили в шортах и футболках по улице да сейчас я сижу в пуховичке да а я вот сижу то открывают и закрываю кофту потому что выходит солнышко так припекает более-менее открыл ветер подует а он еще дует сзади в шею закрываешься и ну и вот и поэтому не обращайте внимание на перепады света это все вот из-за облачков ну из-за того что мы то я то открываюсь и закрываюсь потому что то холодно то жарко такая нестабильная погода ладно переходим вот еще еще одна вещь про китайскую стену советую ехать на стену рано утром а вот и ехать в рабочий день ты во сколько туда попал я попал туда где-то наверное к часу вот ну то есть я как бы достаточно быстро хожу поэтому я сбегал на основные башни по двум сторонам но вот этот вот этого участка популярны и на все про все у меня ушло наверно ну часа три то есть сбегать в одну сторону там потусить спуститься забежать на другую там потусить спуститься и пойти поесть вот давай фикс не со стеной китай это еда давай про пойти поесть еда во-первых ничего не понятно ты приходишь как бы ну смотря куда пришел есть рестораны которые рассчитаны на туристов соответственно ну как бы я не знаю насколько там аутентичная еда ну вот ну там понятно что ты покупаешь как минимум ты можешь тыкнуть на картинку и сказать дайте мне вот это аутентичные рестораны не рестораны заведения где едят я не знаю как это назвать это вот маленькая комната до мне такое слово так как ты здесь еще пробуешь какое-то время у нас есть слово че фаньки они называются просто на китайском есть слово такое че фан есть еду вот и русские любя вообще адаптировать там англицизм и знаешь и вот появился такой китайский русский с кучей вот этих адаптированных слов есть такое слово замечательное че фанька вот и вот эти места как раз не рестораны да 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 именно вот заходишь в эту че фаньку там висит список того что продается и не картина не переводов на русский и на русский на английский вообще короче просто китайский и просто список короче иероглалифы и какие-то цифры и ты не понимаешь что это пробовал что что я делал я пробовал переводить но это обычно долго потому что нужен телефон достать открыть вича там открыть этот сканинг я смотрю если люди сидят я говорю вот это мне именно на пальцах показывают сколько это стоит один раз я пришел в одно такое заведение хотелось есть никого не было я просто наугад такого вот этого мне что-то принесли мне принесли какой-то суп с этим рисовый какой-то букв не булка как пельмень большая которая с мясом внутри и какой-то хлеб и из из и соевое молоко соевое молоко отвратное вообще отвратно я я не могу его пить дорогие веганы нам вас не понять да а но нет может быть оно именно здесь отвратное да нет она в принципе отвратно нет я кстати как бы спокойно отношусь к калмандовому молоку я не знаю как этот орех по-русски миндаль миндалевое молоко вот как бы я к нему абсолютно нейтрально отношусь оно как бы чуть чуть похоже на коровье молоко но соевое молоко это отвратная вещь особенно здесь ее приносят теплую до его нагреваешь ты его пьешь из этого из грецкого ореха молоко не пробовал нет еще хуже я не буду пробовать вот соответственно 90 процентах случаях вы поедите и вы поедите что-то что не будет отвратительное опять-таки если вы любите отвратительные вещи в пекине есть улица с отвратительными вещами которые рассчитаны как раз таки на туристов конечно но опять-таки я там заметил очень много китайцев до китайцев было больше чем белых туристов да ну или черный там когда очень жестко развивает внутренний туризм да опять-таки туда можно прийти выглядит что-то очень красиво ты покупаешь ешь она ну на вкус нормально либо что-то очень омерзительно выглядящий как тараканы которые на вкус допустим вообще не о чем да то есть ты пупал пожелал она скорее чисто эстетический аттракцион тогда то есть все себя там проверить как бы а готов ли я съесть это не знаю с жареного тараканов почему бы и нет вот опять-таки еда везде разная ребят если вы любите утром покушать фрукты с кашкой good luck to find здесь вся утренняя еда это пельмени это самое лайтовое что я нашел либо какой-нибудь там не знаю удон ну и лапша там с какими мясом на таком густом наваристом бульоне ну либо опять вот эти вот пельмешки которые на пару либо обычные пельмешки то есть вот как бы классической завтрачной еды нету как таковой но по крайней мере которые я привык в отелях то понятное дело ли да но мы не говорим про отели я не знаю я в отелях не останавливаюсь я не хочу пока в отелях останавливаться вот допустим сегодня утром я встал я зашел во фруктовый магазин я купил там пару апельсинов и зашел вот в эту чуняшку чуфаньку чуфаньку вот поел пельменей потому что это единственное что мне на картинке приглянулось и сказал вот это мне дайте пожалуйста вот еда вкусная дешевая порции вот как как поросят кормят то есть вы собираетесь чуть-чуть покушать вот там супчика вам принесут такую тарелочку как для морозенка очень важно понимать что здесь нету вот этой концепции первое второе компот то есть здесь есть два концепта основных первое если вы приходите толпой вы заказываете просто много разных тарелок и все вместе из них идите и каждому достается разных блюд по чуть-чуть а если ты приходишь один то ты заказываешь одно одно блюдо и им наедаешься просто потому что как бы я один раз я что-то погорячился погорячился я заказал два блюда и честно сказать я не не доел да то есть как бы как бы у меня половина того и половина того осталось и я ушел обжравшись что-нибудь еще от пекина оставить а утку по пекинске ты наказал утку по пекински я его отправил рассказал в ресторан я вечно забываю его название сейчас вот здесь появится надпись да это одна из двух насколько я помню самых главных сетей от тех людей которые чуть ли не изобрели утку по пекински то есть этот ресторан тысяча восемьсот шестидесятых годах открылся то есть ему ну много лет и сейчас эта сеть по пекину она туда ездят прямо все вот эти китайские туристы чтобы попробовать ту самую настоящую аутентичную утку по пекински я честно в каком-то из роликов признавался в том что мне не зашло я не оценил потому что у нас здесь есть на обычных рыночках на любых вот даже вот здесь у меня в городе тема максимально далеко от пекина продают подобную желудку и и и просто тебе там нарубают на кусочки докидывать вот этот соус как хой син немножечко арахиса немножечко овощичек и вот этих тоненьких лепешек скидывать в пакетик ты идешь домой и просто дома ешь и мне такой концепт честно больше нравится там все вот это вот церемонии со всеми делами белые скатерти там официанты говорящие на красивом английском ну ладно не на красивом на хорошем английском то есть не на лоб о котором могут с тобой именно предложениями объяснили не так что утка берешь заворачиваешь о котором могут сказать вот возьмите тут положите заверну и как бы еда честно не понравилось я утку как бы пробовал до этого по пекински в окленде я подумал что и он скорее всего просто неправильно готовит теперь ты понял правильно вопрос да да просто как бы ты ешь очень жирную утку как бы особая часть это вот этот прослойка кожи с куском жира по ним чуть-чуть мясо и как бы ты заворачиваешь этим лепешечки как маленький бурри то есть ну как бы может быть для кого-то это интересно мне как бы сам вкус какой утки я не очень люблю вот я как бы больше допустим если мы говорим про птицу я предпочитаю курицу и плюс здесь она еще супер жирная она вот там в каком-то видимо соусе замочена замаринованной ну как бы но на любителя один один за приносили такой сахаром потом жир в конце от него в нет мне его принесли в начале а я значит забыл уже мне его принесли в начале принять пришел чувак отрезал кусок этого жира начал его резать поставили мне какую-то мисочку с таким концентрированным соевым соусом ну да 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 очень кружку сахара и лук просто порезанный лук и я сидел такого хочу с этим делать так вот ну в общем как бы утка по-пекински на любителя скажем так то есть она нравится я так понимаю очень многим но не всем мне не понравилось мне тоже совершенно не понравилось и вот можно заметить что обычные дешевые блюда вот в этих самых чифаньках зачастую в разы вкуснее чем вот эти всякие пафосные утки по-пекински но попробовать ради экспириенса ради бы как бы чтобы чтобы галочку поставить типа я поел бы я побывал в пекине поем настоящую утку я побывал в китае я сходил на китайскую стену да вот эти вот эти вещи надо сделать что у нас дальше шанхай у тебя дальше вот и кстати ты же поехал на том старинном да я по ездит поехал из шанхая из пекина в шанхай на старом поезде то есть я как бы можно было взять быстрый раз на скоростной поезд но я решил ну ладно чуя как бы еду я заодно сэкономлю на гостинице посмотрю как это выглядит как бы в российском жидея ездил на надо же проверить да и надо понимать что таких поездов на самом деле остается все меньше и меньше и у андрея такой учитывая то что в ближайшие годы вряд ли он снова попадет в китай это один из мира последний шанс на ком поезде прокатиться experience схватить опять до лошадь игры и экспириенса хватило сполна все началось как бы с приезда на как его жиде вокзал во первых даже если вы ребята покупаете билеты на поезд онлайн по приезду вам нужно пойти в кассу забрать билетно в пекине очень хорошо там есть специально касса для англоговорящих людей на ней прямо написано по-английски типа если говорите на английском идите сюда туда подходишь показываешь свой confirmation ну электронный билет электронный билет и даешь свой паспорт все там буквально те там десять минут и дошли дековой милиции там две-три минуты тебя отдали ты ушел опять-таки вернемся чуть позже к этому при вхождении в любое общественное место ребята носить с собой паспорт и будьте готовы к проверкам то есть везде стоят вот эти машинки которые проверяют багаж везде стоят чуваки которые вас проверяют металлоискателем дима может быть как-нибудь в другом ролике объяснить зачем это не будет интересно но это можно об этом говорить там еще минут двадцать вот будьте готовы к этому вернемся обратно к поезду вы получаете свой билетик вы находите куда идти вы приходите на все просто должно да очень просто то есть у тебя на билете написано куда подходите как в любом автовокзале в жидовокзале аэропорте и там большое табло номер поезда какой гейт и в какое время отправляется все вы идете туда и сидите ждете мне очень повезло и так как я ехал на старом автобусе и автобусе поезди который идет долго видимо он достаточно дешев ехала очень много колхозников вот именно таких такие матерые настоящие китайцы не вот эти вот напомаженные ребятки из пекина а вот именно таки ребята которые работают руками с черными мордами запахом перегара запахом еды вот если вы не переносите запахов еды ребят лучше не едьте в китай здесь пахнет везде и всем два основных запаха которые я понял это запах туалета и запах еды а чаще всего это бывает два запаха одновременно а еще иногда это запах еды окажется что запах туалета вчера помню тебя ходили да вот соответственно вы приходите на вокзал ждете когда приедет когда начнут запускать опять-таки китайцы очень любят стоять в очередях за минут 20 до начала посадки когда вообще пустят вас к паровозу китайцы начнут выстраиваться в очередь 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 будет очень большая они будут все стоять ругаться но будут стоять они даже если допустим только сказали что вот типа ребят можете выстраивать в очередь они будут бежать туда как будто бы паровоз или там не знаю гейты откроется без них и они на одну минуту да и они не успеют то есть не торопитесь вы можете спокойно зайти последним вам всегда хватит места ваше место в купе никто никогда не займет максимум там кто-нибудь перепутает но опять-таки вы покажете билет скажете и я вот-вот на этой полке все да люди достаточно такие как это правильно сказать расположены к общению и они никогда не агрессивно то есть агрей агрессии я вот за то время что я здесь был я не видел ни разу то есть нет то было даже не агрессия такой короче вот пренебрежение пренебрежение когда ты приходишь к чиновникам начиная от продажи билетов заканчивая там не зная получением визы в китае то есть к вам будет относиться так ну чё-то типа чё ты пришел сюда на забери свой билет иди отсюда только вот то есть вот это есть но как бы обычные обычные китайцы и агрессии вообще не проявляют они очень дружелюбные то есть ты там не знаю по чуть заблудился подошел раз нами дяденька подходил здорово дяденьки вот со мной сегодня куча детей вы там махали там халлоу нихау такие радостные ну тут школа же рядом вот соответственно вы загружаетесь в поезд находите свое койко место можете загрузиться у меня получилось так что у меня я в купле в купе ехал с двумя старичками дедушка говорил на английском и еще какой-то чувак зашел потом чуть позже через одну станцию и тоже говорил на английском соответственно английский мы говорим английский ну да потому что как бы базовый построить разговор практически невозможно то есть ну допустим они те могут сказать типа ресторан там там туалет вот этот там сохраняя какую-то карточку непонятно для чего до конца поездки вот опять-таки ребята сохраняйте все билеты до конца вашей поездки и из метро вас не вывод не выпустят и из поезда вас не выпустят без обратного билета зашли положили билет куда-нибудь далеко и все и его не трогайте до конца поездки не имейте привычки то я зашел порвал и выкинул сам поезд как тебе вот он старенький сам поезд был старый я ехал в купешке то есть там купешка на четыре человека все отлично но очень похоже на обычную нашу российскую кубешку я прошелся по поезду посмотрел китайский плацкарт посмотрел купешки а кстати я взял самую дорогую к пешку вот следующий как бы уровень купешки это была купешка до hardslipper видимо с тремя полками то есть 6 человек 6 человек в купе соответственно они все туда не влазят и обычно двое сидят в коридоре ждут когда можно лечь спать соответственно если вы на таком поедете ну достаточно мало места ну как бы может быть кому-то захочется такого экспириенса там нижняя полка вот самая неудачная потому что тебе будет ну как бы некрасиво немножечко выгонять людей а они на третью на верхнюю полку лезть не хотят и потому что там жарко потому что там жарко да и ты вроде как бы сидишь с ними и по-хорошему тебе хочется просто развалиться вот так и лежать а с тобой рядом сидит китаец и тебе так да ты конечно ты конечно ему можешь сказать типа чувак я хочу спать нам показать на пальцах ну как бы все зависит от вашей наглости как я понял в китае наглость это второе счастье даже первое счастье первое счастье вот посмотрел я плацкарт плацкарт меня очень удивил опять таки вот эти трехъярусные шконки нету боковушек пахнет ужасно едой туалетом носками не мыть и не мыть и немытыми телами если вы хотите такой экспириенс это надо попробовать или просто проедьтесь в россии в плацкарт не очень сильно это отличается ну просто вместо курицы будет пахнуть лапшой вот специями да и либо там яичками и все равно же вареной курочкой вот такими вещами еще что меня очень поразило в поездах нету такое чувство что рельсы бесшовные то есть у нас когда ты на поезде едешьska mgon ты бегаем ты гдинг ты гдинг здесь он просто едет то есть вот этого нет но не задумывался которые есть другая проблема которая меня очень раздражала в российских поездах поезд едет и он едет прямо этот весь постоянно вот так качается как будто у него там нету амортизаторов кому-то он просто на пружина потому что county есть возможно да то есть его вот так качает постоянно каждой остановка это вот такие качки то есть ты ты спишь, 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 бац, он затормозил, там все затряслось, ты чуть не упал с полки. Короче, вот это можно как бы ожидать. Ты на верхний или на нижний? Я ехал на верхний, то есть мне нормально было, я залез туда и лег спать. Еда в поезде, как бы можно сходить в вагон-ресторан, там даже было сейчас 6 разных блюд, я их не рискнул поесть. Как бы, ну, оно выглядело на картинке даже неаппетитно, то есть я решил подождать и доехать до города и уже в городе поесть. Ну вот, как бы, да, такой вот трип, соответственно, приезжает поезд в город, опять-таки за 30 минут китайцы выстраиваются в очередь на выход, ты сидишь там, лежишь, спишь, сидишь у себя в купечке, там пьешь водичку, если ты с собой привез. Опять-таки, везде разрешен алкоголь, то есть там многие ходят подбуханные, особенно под вечер, если есть желание, вы тоже можете набухаться. Да, и никто никогда не будет ничего говорить. Я как бы ездил, во время переездов я не употребляю алкоголь, поэтому как бы я предпочитаю приехал домой, разложился, пошел в барчик, посидел, чем, там, не знаю, обгажен, накидаться в дороге, потерять паспорт, потерять багаж, там, не дай бог, какие-то проблемы тебе еще ссадят, и ты и на middle of nowhere, и не знаешь, что делать. Сразу же видно, что человек еще и старше меня, потому что мысли такие, тебе приходят как раз уже в таком, ну, под 30 за 30, потому что в 20 тебе как раз хочется посильнее обжабаться всем, чем можно, и ехать на веселее, угорать. Нет, опять-таки, если ты едешь группой с друзьями, ты выкупаешь все купе, ты сидишь бухаешь, у байбы нет, когда ты едешь один, как бы, ты начинаешь думать, типа, ну, оно того стоит или нет. Писинг-пауза. Писинг-пауза, да. Приехал ты в Шанхай, в Шанхае тоже, насколько я понимаю, ты сколько дней пробыл? В Шанхае пробыл где-то 4-5 дней ел. 4-5 дней, да. Тоже повидал, как бы. Вообще, давай так, сравнение Шанхая с Пекином. Абсолютно разные города. Пекин мне очень напомнил Москву и Питер. То есть, Москву он напоминает, особенно, если ты выезжаешь куда-то в спальные районы, то есть, вот эти многоэтажки, плотность застройки, какие-то большие развязки, практически отсутствуют деревья, деревья только в парках, какие-то непонятные кусты облезлые везде стоят, очень пыльно и, ну, достаточно шумно все-таки. То есть, первое впечатление, тебе кажется, что тихо, но, в принципе, оно не очень тихо. Вот. Опять-таки, толпы народу, которые ломятся куда-то. То есть, ты стоишь, что вот можно, как в Москве, выйти на проспект, встать, и ты будешь видеть, как народ мимо тебя прям пробегает. Массами. Да. В метро, опять-таки, тоже очень много народа. Ну, вот там, да, вот Пекин, он именно такой, он еще какой-то такой вот, у него как бы стиль весь такой вот строгий, выдержанный, как бы не ощущается радости. То есть, ты приехал в такую какую-то... Ну, может быть, потому что я приехал зимой. То есть, как бы все такое угрюмое, серое, угловатое. Ну, у меня от каждого заезда в Пекин такие впечатления. Шанхай. Шанхай для меня после Пекина это показался городом, вот, куда приезжают потусоваться. То есть, неоновые огни, большие дома с этими всякими билбордами, все какие-то такие радостные люди на улице ходят. Ну, может, потому что это как бы... И потеплее. Да, это было потеплее, но не намного. Сперва я подумал, что это намного. Сейчас нет. Когда я уезжал, я так же мерз. Вот. Шанхай интересный город тем, что, опять-таки, да, это достаточно красивее он, теплей. Опять-таки, он в зависимости от района очень сильно отличается. Допустим, я жил вот в этой французской... Концессии. Концессия, то есть, это кварталы, которые первоначально были застроены в французме, так вот, да? Ну, и архитектура, там, соответственно. Да, соответственно, вот эти маленькие такие уютные домики, там, трехэтажные максимум. Все такое очень френдли, очень напоминает Европу, опять-таки. Ну, есть, опять-таки, китайский Шанхай, где ты приходишь, непонятные дома какие-то такие аляпистые, с такими развеселыми крышами, грязноватенько, вот. Опять-таки, если мы говорим про туристические места, все чисто, все цивильно, опять-таки, очень много местных китайцев, туристов. По поводу вообще заточенности под иностранцев, там, вывески... Шанхай мне показался более заточенным под иностранцев все-таки, потому что, я так понимаю, все равно Шанхай это, как бы, столица торговли, опять-таки, больше иностранцев, как бы, если вы говорите по-английски, Шанхай будет легче. Если едете в Китай, обязательно посетите Шанхай. То есть, это вот, как бы, можно, я бы сказал даже, я бы не посетил Пекин, но посетил бы Шанхай, потому что Шанхай, он, как бы, более красивый, он более предрасположен вот этому, к веселому, туристическому, путешествующему настроению. Можно, конечно, съездить, посмотреть депрессивные регионы, но пока вы будете ехать на поезде, на любом поезде, вы будете видеть много депрессивных районов, то есть, вам этого хватит, вы приедете в Шанхай, так, во, ничего себе. Ты попробовал вкусного, интересного другого? Я сходил на телевышку, эй, не телевышка, а из еды. Из еды в Шанхае, да нет, все то же самое. Я так понимаю, как бы, оно не особо отличается от региона, оно отличается именно специями, видимо, а, как бы, концепт еды, тот же самый, те же самые булки с мясом внутри, там, те же самые сладости, которые, в принципе, не очень-то сладости. В тандыре, зато вот эти лепешки. Да, вот лепешки в тандыре мне очень понравились, я не знаю, как они называются, правда, здесь я таких не нашел, я тут ходил и смотрел. Вот, ну, вот, это вот единственное, что мне очень запомнилось в Шанхай, из еды, это вот эти вот лепешки в тандыре, то есть там... Они там дофига где, так что их не так сложно найти. Ну, то есть, они там буквально на каждом, в каждом фудкорте стоял, вот, какой-нибудь дяденька, который их там лепил. Цены варьировались, конечно, в разы, то есть, в туристическом месте вот эта лепешка маленькая будет стоить 25 юаней, там, где живут обычные люди, она будет стоить 5 юаней. То есть, как бы, да, опять-таки, ну, сами выбирайте, где вам есть. По поводу, вот, мест телевышка. Не телевышка это была, это был этот... Открывашка. Открывашка. Я не знаю, как это называется. Насколько я помню, он называется Международный финансовый центр. Нет, это, по-моему, весь район так называется, нет? Там как-то все эти здания, у всех зданий есть название. То есть, там какая-то вышка. Все здания, все знают это здание, как открывашка. У него дырка в середине, она реально похожа на открывашку для пива. Я сейчас куда-нибудь картинку вот здесь повешу, и вы все поймете. На самом деле, это просто открывашка. Да, то есть, как бы, у меня, как бы, есть боязнь высоты, и, то есть, для меня было чаллендж, короче, туда съездить. Я такой, ладно, как бы, я путешествую, я приехал за экспириенсом, надо получить. Удовольствие не самое дешевое, по-моему, билет стоил 180 юаней. То есть, как бы, для Китая это достаточно дорого. Вы приходите, вас загружают в лифт, вас поднимают на 94 этаж. Там, получается, три смотровых площадки 94, 95 и 100 этаж. Если поедете, берите на 100 этаж, как бы, ну, максимальный опыт. Как бы, вы едете в путешествие за опытом, за новыми ощущениями, за новым экспириенсом. Вот, соответственно, вы приезжаете туда, выходите, смотрите, красиво, спойлерить не буду, съездите, посмотрите. Ну, есть смысл, на самом деле, один раз. Ну, поставить галочку есть смысл. Понял. То есть, как бы... Как суткой по-пекински. Да, опять-таки, все зависит от того, что вы хотите увидеть. А ты, кстати, днем там был или уже не включились? Я был днем, я был где-то, наверное, около двух-трех часов. Как раз уже солнце начинало садиться. И почему-то в тот день был сильный смог. То есть, как бы, такого красивой, большой панорамы города не было видно, но было видно достаточно много районов. Ну, как бы, галочку поставить стоит. Что еще из Шанхая интересного здания какие-то, куда ездил, смотрел? Ночью очень красиво, все вот эти вот набережные. Там, как бы, получается, бизнес-центр на одной стороне стоит, тут река и тут другая набережная. Не помню, как это называется, все, найдете в интернете, там информации куча. Как-то на Б называется оно. Вот, очень красиво ночью, опять-таки, все подсвечено. Это вам не Пекин, где подсвечены только основные здания, и они подсвечены там желтыми фонарями почему-то. Здесь, соответственно, буйство красок, практически на каждом небоскребе какая-то своя новая картинка. Все это движется, все это очень интересно, везде музыка играет, толпы народу ходят. Если вы хотите кушать, пить и смотреть, берете еду, идите, пьете, веселитесь. Здесь отлично, короче, проводите время. Единственное, что смотрите за своими кошельками. Не знаю, насколько это, как бы, развито воровство, но, опять-таки, это туристические места, все. Я бы, я бы, я присматривал, то есть я, как минимум, все, что у меня ценно, это телефон и кошелек, оно все было в карманах, которые застегиваются на молнию. Я тебе хотел позже этот вопрос задать, ну, если уж вышел сам на этот разговор. Как у тебя вообще вот ощущение опасности, безопасности, расслабленности, напряженности вот здесь вообще в течение всего путешествия? Вообще все на расслабоне, абсолютно. То есть первое время я прилетел, я что-то как-то напрягался тому, что везде очень много полиции. А, полиции. То есть меня, вот, первое, меня как бы чуть-чуть смутило, почему так много. То есть у вас какая-то антитеррористическая операция идет или что? Дима потом, опять-таки, все-таки вам запишет и расскажет, с чем это связано. По-моему, ты где-то это как-то упоминал в одном из стримов. На самом деле нет. У Кадавра нет. Может быть, на стриме где-то упоминал, но в роликах я точно не рассказывал, это хорошая тема для разговора. Да, так очень все спокойно, то есть вообще все на расслабоне. То есть вот это спокойно можно зайти там в какой-нибудь подворотню, которую бы в России я бы ни за что не зашел, потому что там стоят какие-то пузатые чуваки в кожаных куртках, которые тебе могут по голове ударить. Ну, это первое, что приходит на ум, когда ты видишь их. Они стоят в какой-то маленькой аллейке, я бы туда никогда не зашел. Здесь же спокойно там рот открыл и пошел смотреть по сторонам. Максимум сфоткаются. Да, никто тебе ничего не скажет. Они максимум тебе, ну, не знаю, со мной не фоткались, там, улыбнутся, там, скажут нехау, да им скажешь хеллоу и пойдешь дальше. Да, то есть как бы чувство безопасности, оно абсолютное. То есть у меня нет такого. Опять-таки я много раз замечал, люди оставляют телефон в кафешке на столе и идут в туалет. То есть для меня это дикость. То есть как бы даже в кафешке, даже бы, не знаю, в тех же самых штатах, либо в Новой Зеландии, я бы не оставлял телефон, уходя в кафешку. Здесь спокойно. Опять-таки я заметил, люди не закрывают двери в домах. То есть в большинстве случаев, если кто-то есть в квартире, дверь открыта. И она открыта не просто, вот как бы там чуть-чуть приоткрыта, не то, что открыта, она на замок не закрыта, она просто открыта. То есть человек где-то там, где-то в квартире шумит, у него дверь открыта. Да, есть такое. Да, то есть как бы чувство вот этой вот безопасности, оно абсолютное, то есть у меня проблем с этим не было. Единственное, что вот как бы да, в туристических местах ты сам как бы на подкорке уже начинаешь, а не сопрут ли у меня мобильник. Ну да, все-таки туристические места, как и рынки, да, вот любые людные, такие суперлюдные места, они сами по себе в любой стране мира привлекают достаточно странных элементов. И конечно же, какая бы ни была безопасность, но банальные, простейшие какие-то правила поведения, их в любой стране надо соблюдать. Да, если вы где-то путешествуете, вещи, ну паспорт желательно подальше, что не дай бог сами выроните и потеряете, потом будут проблемы. Опять-таки телефон и кошелек, ну желательно в карманах на замке. Ну и вот ты здесь, сюда ты доехал, у нас уже на скоростном поезде. На скоростном поезде как бы существует два вида билетов, обычно второй класс и первый класс. Ну там еще третий есть, первый класс, там есть бизнес, второй, первый и бизнес. Да, я взял во втором, кстати я пожалел, что я сэкономил и взял второй, как минимум там места в первом больше. Опять-таки, ребят, если вы не переносите запахов еды, берите самолет, потому что вы будете сидеть там два, три, четыре часа с людьми, которые рядом с вами будут кушать дошек, которые будут кушать курочку. Если у вас, вы плохо переносите запахи, лучше поберечь нервы и потратить чуть больше денег. Да, и детей. Если вы ненавидите кричащих детей, берите билет на самолет. Там тоже будут кричащие дети, но там хотя бы час всего. Да, то есть у вас не будет такого, что в течение шести часов или там пяти часов, пока я ехал, допустим, из Шанхая до Сямина, это поезд идет 5.40 по-моему. Вот. Была толпа детей, которые бегали, орали, тебя задевали. Ну, тебя задевают в Китае все, здесь нет понятия personal space. Да, то есть это нормально, когда ты идешь по улице, прошел, кто-то тебя бортанул, развернул и ушел дальше тебе ничего. Даже слова не сказал. Это нормально. Это норма. Вот. Поезда прикольные, у него скорость там что-то около 300, он прикольный, когда он поворачивает, он так заходит, весь наклоняется, как самолет, сидишь такой, вау. Забавно, но особо делать ничего. Ну да, 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 Wi-Fi нет. Wi-Fi нет. 4G пропадает. Связь, ну, практически постоянно. То есть она не такого хорошего качества, чтобы можно было там, не знаю, ролики посмотреть на ютубе. Опять-таки вы, если будете пользоваться VPN, ваш трафик крутится через VPN, через какую-то другую страну, соответственно, это все еще в разы медленнее. Что я делал? Я спал, я слушал аудиокнижку, я пырился в окошко. На самом деле, фильмы нормально, заранее закачанные, аудиокниги, ну, и вот у меня Nintendo Switch, я вообще постоянно ставлю ее просто на полочку, которая там есть перед каждым сидением. Ставлю эту полочку. Я не знаю, у тебя, кстати, какие были сидения? Там есть два вида. Где есть такая полочка, есть где полочка, вытаскивающаяся из подлокотников. Такая. Откидывающаяся, как в самолете. Да, и что мне очень понравилось еще, сидения откидываются гораздо глубже, чем на самолете. Да, да, да. Но там другая проблема. Места для ног нету. В самолете, когда ты сидишь, у тебя дырка под ногами. Да, там этой дырки нету. А здесь ты упираешься впереди стоящее кресло. Ну да, а в первом классе там просто больше места, и там спереди такая дурацкая, на самом деле, откидная ножка. То есть для людей как бы с моим ростом, да, мне она вообще нафиг не нужна, потому что у меня вот так вот ноги потом. А для людей среднего роста, там типа 170-175, они откидывают эту ножку, но проблема у этой ножки в том, что она не то чтобы откидывается, она на пружинах. И то есть в тот момент, когда ты ее отпускаешь, она поднимается. И ее надо постоянно вот так ногами держать, а эти пружины, они как бы тебя толкают вверх. И ты вот чувствуешь вот это напряжение, постоянно толкая эту ножку. Типа ты в Китае, камон. И вот у тебя этот фитнес, да, 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 сиди этот фитнес. Шесть часов качает ножки, прессик там. Ну ничего, у тебя же нету до следующей станции еще билетов, купим тебе в первый класс. Ну я вот, да, в следующей, я думаю, надо попробовать другое. Ну как минимум катаемся, надо попробовать все. И я думаю, что мы постепенно будем заканчивать, уже и так, я думаю, что мы начасно говорили. Но хочется все-таки твоих каких-то выводов в плане того, что вообще общие какие-то, знаешь, слова, общие впечатления. Потому что частности мы уже обсудили. А вот общая вообще атмосфера, стоит ли ехать, стоит ли этого экспириенса. Или вот зная бы все это, что ты уже знаешь здесь за эти 9 дней, поехал бы ты по отелям или снова вот так вот. То есть если бы ты все-таки в первый раз ехал, ну опыт у тебя уже подобный был. Ну давай начнем с того, где бы я останавливался. Если бы я ехал сейчас, вот сейчас, зная с этим багажевым знанием, которое у меня есть сейчас, я бы ехал так же самое через Airbnb, но я бы снимал полностью квартиры. Скажу почему. Как минимум у тебя больше провиси. Ты можешь прийти домой, ты можешь снять вот кучу одежды, которую ты таскал весь день и просто лежать в труселях на чужом диване. Опять-таки у тебя, если ты снимаешь квартиру, у тебя всегда есть стиральная машинка. Тебе не нужно просить твоих хостов, типа, ребята, помогите, там можно я постираюсь у вас. Это первое. Во-вторых, ехать стоит все-таки летом. Зимой оно прикольно, но оно холодно. То есть, если вы хотите перезимовать лето, то лучше едьте куда-нибудь снизу, либо там на экватор, либо там опять-таки в Австралию, Новую Зеландию, там Южная Америка. Мы тут выяснили, кстати, если вдруг кто не знает, что окажется, в Австралию и в Новую Зеландию сейчас все визы оформляются чисто онлайн. Не надо ни на какие собеседования ходить. И упирается все только в стоимость перелета на самом деле. А так визу получить к вам вообще легко. Да, то есть, виза получается достаточно легко, опять-таки, стоимость перелета и сам перелет. Потому что, допустим, самый быстрый перелет с Москвы до Новой Зеландии будет где-то порядка 26 часов. Ой-ой-ой, ешеньки. Это как минимум одна остановка. И это самый быстрый, это самый быстрый. То есть, в среднем, когда, если ты пытаешься сэкономить и лететь на чем-то подешевле, то есть, это будет тебе стоить где-то полторы тысячи долларов и порядка 40 часов. Там одна или две остановки с лейоверами. Ну, в среднем где-то 3, от 3 до 6 часов. Ну, вернемся к Китаю. Жилье, Airbnb. По крайней мере, для меня, если бы я сейчас планировал, я бы, опять-таки, выбирал Airbnb. Но в этот раз я бы выбирал именно жилье целиком. Да, вы будете платить чуть-чуть больше. Да, у вас, скорее всего, не будет того, кто вам сможет помочь. Но, опять-таки, Airbnb, вы можете списаться с хостом, сказать, как я делал, я со всеми хостами обменялся вичатом. И я просто говорю, ребят, типа, как найти вас? Там-то, там-то. Типа, отправьте мне точку на карте. Это очень помогает. Опять-таки, я пишу им, говорю, ребята, где я могу найти, там, не знаю, там, хлебьяку могу купить. Или где, там, не знаю, порошок у вас дома. У тебя, кстати, возле того, где ты живешь, я там заметил, буквально неделю или две назад поставили хлебоавтомат недалеко от тебя. Ну, я хлеб не ем. Я тоже, я хлеб не ем, я просто такой, типа, о, нифига, теперь этот, ну, вендинг-машина, да, вот этот автомат просто торгует хлебом. Причем, каким-то таким, знаешь, вот никаким, этими вот этими сладкими булками, которые нормальный человек никогда есть не будет. Сладкие булки, маленькое отступление от конклужена. Сладкие булки, вся выпечка, ладно, не вся, наверное, 90% выпечки сладкая. Есть такие клевые булки, обязательно попробуйте. Они, если их разрезать, они выглядят, как будто там джем и желтая штука внутри. Обязательно, ребят, попробуйте. Вот, потом напишите, когда попробуйте. Ладно, вернемся. К выводам. К выводам, да. Жилье Airbnb, ехать обязательно летом, зимой, если хотите перезимовать зиму, едьте на юг. Даже в Сямини сейчас холодно. То есть, вот мы сидим в курточке. И причем к вечеру становится прям заметно холоднее. И, как бы, опять-таки, это достаточно близко к югу. Да. Ну, это самый юг, получается. Ну, не самый, но юга уже. Да, юга. Знание английского желательно, но большой необходимости нет. Практически никто по-английски не говорит, ты все равно объясняешься пальцами, либо тычешь телефон. Все равно, но английский, блин, надо. Да, нет, английский надо, но если его нет, то можно и без него. Можно пережить. Передвижение. Передвижение, большие города метро и ножками. По крайней мере, я так делал. Здесь в Сямини, здесь как бы с метро тяжко. Можно кататься на автобусах, это очень дешево. Я сегодня попытался на автобусе, я не дождался автобуса, я взял такси, уехал на такси. Опять-таки, такси дешевое. То есть, не знаю, 20 минут езды отсюда до парка, куда я ездил, мне обошлось в пересчете на НЗД. Там что-то около... В юанях, скажи, сколько? Просто юань к рублю 1 к 10. 30 юаней. 30 юаней, 300 рублей. 300 рублей, то есть, копейки. Ну, не копейки, в зависимости от того, в каком вы регионе. Ну, то есть, как бы, если вы едете на отдых, вы все равно берете с собой деньги. Конечно. То есть, не шиковать спокойно можно. Опять-таки, можно ездить на автобусах. Но, ребята, автобусы... Вы, как бы, будете тратить свое время в угоду стоимости. То есть, здесь вам нужно самим выбирать. Есть еще один момент с автобусами, который надо всегда упоминать. Вот наземные обычные автобусы, потому что есть два типа автобусов. У нас еще есть BRT, я думаю, ты их видел, которые над городом. Не видел еще, но я тебе покажу потом. Обычных автобусах вообще ничего на английском нету. Там все станции, все всегда на всех картах написано только иероглифами. То есть, вы сидите с картой, смотрите, когда... Я не знаю, там нужно ли кричать автобуснику, чтобы он остановился. Не-не-не, он просто останавливается. Да, он везде останавливается. Не, просто у нас, чтобы остановить автобус, они не останавливаются на остановках. Ты ему машешь, чтобы он у тебя остановился. И когда ты выходишь, ты нажимаешь на кнопочку, и тогда он остановится. Не, а здесь просто он останавливается везде. Они даже прям в автобусе, как в метро, объявляют название остановки. То есть, ты слышишь, какая остановка сейчас. На китайском. И вот метро, тот же BRT надземный, любые... Вот в некоторых городах есть типа метро, но надземное метро, да. Все везде дублируется на английском. Но какого-то черта, исключительно автобусы обычные не дублируются на английском вообще. Видимо, потому что не предполагается, что турист будет ездить на автобусе. Скорее всего. Турист должен ездить на дорогих и вкладывать деньги в экономику. Но опять же, метро не отличается по цене от автобусов. Не знаю. Ну, сколько оно там стоит? Автобус стоит сейчас, допустим... Один юань, мне сказал, хвост. Да, один юань, некоторые два юаня стоят. А метро стоит три-четыре. От трех. Ну, три-четыре. В зависимости от количества станций. То есть, это не та разница, которая вообще стоит хоть чего бы то ни было. Ладно, давай, да рассказывай, и будем потихоньку заканчивать, чтобы мне холодно уже. Не бойтесь. То есть, с людьми можно общаться даже не зная вообще языка. Не зная, будь ты глухонемой, я думаю, ты все равно разберешься. Опять-таки, посмотрите Диминные ролики про то, как себя приготовить. То есть, там, полезные апы, советы. Вот это очень помогает, ребят. Серьезно, вот можно потратить там несколько часов, посмотреть и все подготовить. Опять-таки, пробуйте планировать, куда вы едете, а не искать последний момент. У меня, как бы, природная лень, поэтому я ничего не планирую. Я просыпаюсь утром, я открываю гугл и смотрю так. Ну да, планирование у вас. Point of interest. И еду. Опять-таки, обувь. Уделите внимание перед поездкой обуви. Если вы планируете очень много ходить, колени вам скажут спасибо. Если вы уделите хорошее внимание обуви. Ну и все, не бойтесь, пробует разную еду. Китай весь о еде и напитках. Ну и все, наверное. Да, ну и я такие выводы еще какие-то сделаю. Так как Андрею здесь еще пробуть придется какое-то время. Я, да, ну получается у тебя еще есть 5 дней здесь у нас в городе. Потом у тебя Гуанчжоу, еще будет Шэньчжэнь. Поэтому я хочу сделать такое вот объявление. Да, я под этим роликом оставлю ссылки на два момента. Первый. Андрей на своем канале, который он решил возобновить или сделать. Начать. Начать, да. Ну там он как бы был ничего. Соответственно, выкладывает там влог. Потому что продолжится это путешествие. Даже после этого разговора. И путешествие будет долго. И будет еще Гуанчжоу и Шэньчжэнь, тоже яркие города. Еще будет новогодняя ночь здесь у меня. Мы отметим новогоднюю ночь. И, соответственно, будет еще куча впечатлений, которыми он будет делиться там. И в инстаграмчике. Да. И вторая ссылка, инстаграм. С фотографиями, короткими роликами с тем, что он делится там. Я думаю, просто будет интересно посмотреть впечатление вот человека, который все это видит впервые. Мне лично было очень интересно с ним вот эти дни просто обсуждать, вот спрашивать. Да, а вот это тебе как? А вот это? Потому что для меня это все уже такая бытовуха и обычная. А человек с новыми впечатлениями, причем взрослый человек, то есть делающий достаточно правильные выводы из каких-то неоднозначных ситуаций. И человек готовый пробовать все. Вот мы с женой ходили, водили его в ресторан с запахом коровы. Можете посмотреть ролик у меня на канале, есть об этом ресторане. Мы туда его сводили, он ел свиные мозги, ел утиный пищевод. Да, ел еще эти утиные языки. Утиные языки. Которые я когда покупал, я почему-то думал, что это кальмары. В общем, попробовал много и попробует еще дофига всего. И, соответственно, все это выложит. Но, и это не все. Во многих предыдущих роликах, это уже не имеет отношения к тебе, но во многих предыдущих роликах я упоминал одного своего хорошего друга и давнего знакомого Леху, который живет в Китае дольше, чем я, причем намного дольше, чем я, прям прилично дольше, чем я. Который здесь работает, у него прекрасный китайский, он закончил университет здесь. Он сменил множество работ, недавно устроился на новую в городе Долянь. И он решил с моей подачи, с подачи других знакомых тоже начать свой канал. Естественно, как и любой начинающий человек, без какого бы то опыта, без опыта умения говорить на камеру правильного, естественно, все это начинается такое вот, ну, не самое-самое интересное в плане исполнения, но, да, очень интересное в плане наполнения контентом, да, то есть человек говорит вещи, исходя из опыта человека, живущего много лет, умеющего анализировать, умеющего общаться с местными людьми, знающего культуру. И я очень хочу оставить ссылку на него в описании, я не знаю, понравится вам или нет, он снял уже там парочку роликов, я не знаю, сколько он на данный момент выложил, и тогда, когда мы с ним последний раз общались дня два назад, у него был один, но он сказал, что он два или три уже снял. Поэтому зайдите на его канал, посмотрите. Не понравится, ну, как обычно, ставим дизлайк, закрываем, отписываемся. Если понравится, подписывайтесь. Я уверен, что если будет у него хорошая мотивация продолжать, это будет вот один из тех людей, которого, например, мне будет даже лично интересно смотреть, потому что Долянь другой город, он все-таки больше на севере Китая, у него больше опыта, и он делает другие выводы, не такие, как я. И мне лично, как взрослому человеку, всегда интересно сравнивать свой экспириенс, свои какие-то вот выводы и мысли с выводами других людей, людей, которых я уважаю, людей, чье мнение для меня важно. А он один из таких людей. Поэтому переходите по всем ссылочкам, смотрите, и вдруг откроете для себя что-то интересное, новое. А мы на этом будем потихоньку прощаться. А, кстати, у меня есть группа ВКонтакте и вот этот канал, на который вы тоже можете подписаться. Подписываемся. Все, да-да-да-да, внизу. И не бойтесь путешествовать. Не бойтесь путешествовать. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока. Кстати, что у нас по времени? Офига, у нас пять уже. Да? А мы в пол... Не, ну, там рынок еще открыт. Мы еще успеваем, да. Если что, мы можем и завтра съездить. Да, я думаю, что это нормально. Я пойду камеру включу. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Субтитры создавал DimaTorzok